Сегодня мы на поезде отправляемся во Флоренцию. Народу мало, в общем, в агоне, наверное, мы одни даже и нет, еще есть немножко. Мы приехали в город Флоренция. В город Флоренция находится в провинции Тоскана, расположился на берегу реки Арна. В этом городе родились такие знаменитые художники, как Леонард да Винчи, Микеланджело, Галилей и Данци. История города Теса переплетена с семьей Медичи. Будучи патронами художников и архитекторов, они и определили облик города, который сохранился до наших дней. Первым делом мы хотим попасть в галерею Уфицы и посмотреть шедевры мирового искусства. Герцог Казима Медичи построил галерею Уфицы. Он задумал ее как здание ведомств офиса, поскольку Уфицы итальянского переводится как офис. Впоследствии уже многие страны мира стали использовать подобное строительство в виде длинных коридоров. Герцог Казима принял в правление Флоренции 18 лет. Очередь в музей очень длинная. Это вот все люди стоят посетить эту галерею. Мы там где-то в конце пристроились. Хотя билеты вроде бы у нас взяты на 8.30. Видимо, у остальных тоже на 8.30 взяты. Скульптура Андреа Рогги. Дерево жизни и любви. Сделанное из бронзы. Там видна женщина с мужчиной в обнимочке. Галерея начинается с парадной лестницы. Вот мы как раз к ней подошли. Галерея Уфица представляет собой пообранный коридор, вдоль которого выставлены скульптуры античные и бюсты семьи Медичи. Также имеются комнаты, в которых расположены картины разных художников. Статуя Вепря. Первый век до нашей эры. Портреты кисти Рафаэля. Микеланджело. Святое семейство. Кран на Хадам и Ева. Тициан. Венера и Купидон. Караваджа. Голова медузы. Венера Медичи. Это символ Флорентийского музея. Работа датируется первым веком до новой эры. Снимать в галерее не разрешается. Делать только можно фотографии. На виде съемки запрещены. Два часа мало, конечно. Много чего не увидели. Но представление мы же имеем. Галерея Ухичи расположена прямо рядом с мостом старым на реке Арна. Сейчас мы на мост поднимемся. Фонт-Тавьека или Старый мост. Он популярный и знаменитый мост города. Через Якуарно. Уникальная архитектура памятника практически не изменилась. Это единственный мост, уцелевший во время Второй мировой войны. Состоит он из трех арок. Длина центральной арки 30 метров, а боковых по 27 метров. В 15 веке было принято решение освободить улицы от зловония, от торговли мясом, убрать мясные лавки. И все это переместили на вот этот старый мост. Мясников было в городе больше, чем позволяла длина моста. Поэтому стали строить дополнительные пристройки, вот он как выглядит сейчас, с обоих сторон моста. Спустя 100 лет на место местников пришли торговцы золотом. Ну, с тех пор он получил название Золотой мост. На этом мосту есть смотровые площадки с обоих сторон. Туда и сюда можно посмотреть засыпляния. Река Арна слева галерея у Фирси. Сейчас в другой стороне снимается. На западной стороне моста стоит бюст Бенвинито Челлини, известный художник-ювелир. Гарно, тихо течет, сидит, несет свои воды. Бусы коралловые, ремчуг для любителей, украшений. Здесь не с чем поживиться. Если перейти мост, там будет палац Сурпитти. Мы сейчас к нему подойдем. Это самый крупный замок и музей города. Он расположен на площади Питти. Когда-то был дом представителей Великих Династий. Сейчас в нем много музеев. И галерея Палантино, и галерея современного искусства, и музей серебра, и музей карет. Но в музей мы не пойдем. На таких можно брать в тур по Флоренции. Красочные автомобильчики. Расписана вручную посуда. Очень симпатично расписана. Кто любит такие яркие, пестрые вещи, даже очень хорошо иметь их. Просто бродим по улицам, проникаемся атмосферой города. Смотрим, что происходит в сувенирных лавках. Как-то так. Площадь Синьори – это музей под открытым небом. Миллионы туристов приезжают сюда, чтобы посмотреть столицу Тоскани, чтобы попасть в эту часть города. Площадь раньше была свидетелем ярких исторических событий. Здесь сжигали людей на кострах. На ней расположен дворец Палацио Вьека и лоджия Ланци. Фонтан Немтуна. Он был открыт в 1565 году. Стоит пятиметровая статуя Давида, выполненная Микеланджело, которая считается символом независимости и силы Флоренции. В настоящее время он используется как городская ратуша. Вход в него разрешен. Построен он в конце XIII века. В Адварце можно увидеть гений победы Микеланджело, а также посмотреть тайную комнату, где Франческо Митичи занимался алхимией. Казахстан. Да, город судьли, и транспорт, и народ Тут как-то ещё жара выматывается. Может, мы ходим просто по туристическим местам, поэтому... Приближаемся к площади Дуома. Мы вышли на Соборную площадь. Это уникальная туристическая достопримечательность города Флориации. Привлекает миллионы туристов. Раньше это был центр сосредоточения духовно-религиозной жизни, где скопились разные важные христианские сооружения. Самая яркая жемчужина этой площади – собор Санта-Мария де Фиори. Вот он перед нами. Здание интересно оформлено. Столько святых стоит в низах. Всё обложено мрамором. Рядом стоит колокольная зота. Получился своё название – честь мастера, который её строил. Церковь была заложена в 1296 году, в день Рождества Пресвятой Девы Марии. Очень оригинально свечи ставят. Этот храм построен на месте обветшавшей церкви святого репарата. Остатки от церкви святого репарата. В подвале хранятся. Пол таким был. В подземельях церкви испоком веков хоронили священников. Здесь хранится урна с мощами святого Зиновия Флорентийского. Она как раз была найдена в руинах этого храма. Вышли из храма и сразу перед нами открывается баптистерий Сан-Джованни. Имеет он восьмигранную форму и каждый из семи граний символизирует семь дней, за которые Господь создал мир. А восьмая это новое рождение при крещении. Чтоб мы не отчаивались, нам показали, какой потолок имеет вид. Историческая ценность считается самым древним зданием во Флоренции. Везде строительные леса. Вот тут проходит крещение. Жемчужина площади. Я ее снимаю со всех сторон. Мы сейчас хотим подняться на купол. Потому что там есть смотровая площадка. Из высоты птичьего полета обозреть Флоренцию. Здесь рисуют шаржи для любителей. Посмотреть на себя карикатурно. Город называют Колыбелью почв возрождения. Тут у нас секьюрити контроль. Проверка билетов идет. И вот там вот дверь, где мы будем подниматься по лестнице на купол. Вот 463 ступени. Поднимемся и будем на вершине куполом. Нам тут передышка небольшая. Вот с высоты птичьего полета можно посмотреть. Ударилась от крючок. Витражи какие красивые. Но витражи камеры не передают абсолютно. Если вот так, то как снять. Лестница приобретает вот такую же крутую подъемку. И продолжаем подниматься. Ну, кажется, уже купол достигли. Флоренция как на ладони. Но еще нам подниматься вот на эту колокольню. 400 ступеней, по-моему. Это все надо посетить. Посмотреть дня не хватит. А туда мы сейчас будем спускаться вниз. Стул занимает быстрее в нем, чем подъем, конечно. Да, это театр. И в нем музей. Это оно? Да. Дель опера Дель Дуома. Сейчас в нем музей. Купол Бруинвески. Купол Бруинвески. Мы только что на него поднялись. И сейчас пойдем с другой стороны посмотрим этот храмовый комплекс. Самое туристическое место во Флоренции. Обратите внимание, сколько здесь туристов. Рядом стоит колокольная зота высотой 85 метров. Она имеет квадратный вид. Ширина одной стороны 15 метров. Выполнена в готическом стиле. Вот эти стрельчатые окна придает ей особый шар. И украшена она скультурами святых. Сейчас еще поднимемся на эту колокольню высоченную. А потом пойдем гулять по городу. И здесь секьюрити контроль. Ну все, пойдем четыре ступени вверх. Кажется, поднялись на первый ярус. Пойдем на второй ярус. Хорошо, что ярусы сделали. Хоть отдохнешь немного. Пойдем на третий ярус. Какой ветерок прекрасный дует. Ну, последний штрих. Надо дальше идти. Вот такая высота. Этот купол мы осилили. Вон там наверху стояли, снимали. Высоченная церковь. Церковь. Последний штрих. Тут уже кулакол. Запах ласкает. Я сейчас посижу, отдохну. Подвиг совершили. Поднялись на колоколье. Колоколов не увидели, кроме вот так одного стоящего. Здесь, видимо, еще есть этаж выше. Думаю, на купол достаточно подняться. А уже на колоколье не ходить. Ничего нового не видишь. Там уже решетка. Фотографируется неудобно. И фотографировать. А вид здесь же самый. Сейчас хотим перекусить что-нибудь здесь. Посидеть, отдохнуть. Все-таки сколько ступеней пройти. Это кошмар. Я считаю, что вот в колокольню можно тут же не ходить. Это лишняя трата времени и сил. Заказала себе баклажаны. Мне в прошлый раз они очень понравились. Лазанью, сок взяли. В общем, сейчас будем наслаждаться таким прекрасным видом на центральную площадь дома. Катаются люди. Времени до поезда у нас еще достаточно, поэтому мы хотим пойти посмотреть базильнику Санта Крочи. Здесь идет какая-то реконструкция. Что-то тут устанавливает сиденья, может быть, к чему-то готовятся. И закрыли эту базильнику Санта Крочи. Ну, может, мы сейчас вот обойдем это дело и там сможем ее хорошо заснять. А тут можно отдыхать, сидеть. Главное, здесь можно спокойно сидеть. Здесь толпки нет, да? Угу. Базилика Санта Крочи. В этом храме крестили Леонардо да Винчи. Собор построен в готическом стиле. Фасад украшен витражом снятия с креста. Базилика Санта Крочи еще называют городской пантеон. Здесь покоятся самые известные флорентийцы. До 18-го года здесь был монастырь. Потом его закрыли и часть зданий монастыря не сохранилась. Данте Альгери, Италия. Интересно, как-то попасть в нее можно? Что-то я не вижу входа. Сейчас хожу во внутрь, посмотрю. Звонит колокол. Если можно в нее войти. Войдем, посмотрим тоже. Мессо. Мессо? Да, для посадочников. Она закрыта для мессы. Поэтому во внутрь я не попала. гуляем по улочкам флоренции ну чтобы передать атмосферу города площадь республики мы вышли к ней здесь я смотрю покататься можно детям на карусели на площади стоит колонна изобилия рядом с каруселью тосканская карусель много кафе и триумфальная арка которая напоминает о выборе города столицы италии три площади площадь дома площадь сеньория и площадь республики все эти три площади составляют трио сердце флоренции наше пребывание во флоренции уже заканчивается мы идем сейчас на станцию и поедем назад в рим скажем бай-бай собору святой марии и идем базилика санта-марьяна вылла давай глянем базилика санта-марьяна вылла построена в четырнадцатом пятнадцатом веке она находится рядом с вокзалом и вскоре превратилась главную доминиканскую церковь города а вход там закрыта на хотим ходить дела 3 поесть мороженое хотим выбрать себе мороженое ананасовое шоколадное манговое карамелевое классное мороженое они такие красивые мороженое сделаешь уже поезд идет мы сейчас будем грузиться и будем возвращаться в рим на этом я буду заканчивать своё видео до новых встреч